Продолжение следует... Меня зовут Дмитрий Шагардин и я представляю вашему вниманию наш традиционный утренний видеобрифинг Эспрессо. Начинаем мы за 20 минут до открытия торгов в Москве, с тем, чтобы обсудить ситуацию на глобальных рынках и сформировать наше ожидание на ближайшую перспективу. Ну, собственно, главное событие, которое мы так все ждали, оно состоялось без каких-либо там, как говорится, эксцессов. Все по сценарию. Крым проголосовал, собственно, заступлением в состав Российской Федерации в качестве ее субъекта. Событие состоялось. Тем не менее, для того, чтобы все это сформировалось, окончательно необходимо еще принять некоторые юридические акты. И, соответственно, Дума должна проголосовать, насколько я понимаю, 21 декабря. А это... Ой, декабря. Это у нас марта. И, собственно, 21 число... Это у нас будет пятница. Вот. То есть ждем новостей от Госдумы, а потом уже, соответственно, могут и президенты уже там подписать все необходимые указы для того, чтобы Крым вступил в состав России. Сегодня также, кроме всего прочего, надо посмотреть, в 12.30 соберутся наши европейские друзья или не друзья. Будут обсуждать вопрос по поводу санкций возможных. И эта встреча состоится сегодня в 12.30, как я уже сказал. Министры финансов иностранных дел ЕС будут собираться. Вот. И центральной темой этой встречи министров иностранных дел станут санкции против России в рамках украинского вопроса. Так что будем ждать. Я по-прежнему, со своей точки зрения, колокольница своей считаю, что санкции будут носить действительно такой политический характер. Какие-то ограничения по некоторым нашим политикам, заморозка некоторых счетов и так далее. Но полномасштабных, собственно, санкций я бы не ждал. Вот. Такая ситуация. Что еще тут надо сказать? По поводу открытия торгов в Москве тут сложно сказать, честно говоря, чем как откроемся. Там действительно, не предсказать просто. Я думаю, что основной тренд сегодня прояснится с открытием торгов в Европе. В, собственно, там в 12 часов, или там уже, например, в 11-12 часов уже будет более-менее понятно, как будет открываться Европа. И, собственно, реакция европейских площадок, Лондона и так далее. Они, собственно, покажут, как ситуация будет на рынке финансовом дальше развиваться. Вот такое мнение. Поэтому первые часы торгов, я думаю, что будут относительно непоказательными с этой точки зрения. Поэтому тут каких-то ожиданий строить, на мой взгляд, бессмысленно. Что касается в целом ситуации на глобальных рынках сегодня утром, то ситуация достаточно стабильная на самом деле. Давайте по закрытию S&P поговорим. В прошлую пятницу завершили торги американцы снижением на 0,3%. В общем-то, по всем площадкам такая динамика была. С начала года индекс доу минус 3% показывает. S&P 500 у нас минус в нуле стоит. NASDAQ высокотехнологичный процент 60%. То есть за первые 2,5 месяца американцы ничего разумительного не показали. Бразильская Бавеспа процент потеряла. Мексика 0,3%. Европа тоже закрыла день в минусе. С начала года потери в пределах 2,5%. Сегодня утром азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei почти 0,7% теряет. Гонконг в легком минусе. Материковый Китай в плюсе. Схакивает, собственно, Южная Корея плюс 0,4%. Австралия минус 0,2%. Индия в плюсе. Индонезия в плюсе. Таиланд в легком минусе. В общем, такие тенденции разнонаправленные. Сегодня на азиатской сессии здесь четких сигналов в рынках нам не дает. Ну вот, сводный индикатор петелисти крупнейших азиатских компаний. Здесь показывает нулевую динамику сегодня утром. Фьючерсы на американские индексы сейчас торгуются около нулевых отметок, без каких-либо существенных изменений с утра. То же самое демонстрирует фьючерсы на британские футси. Лондонский контрактор торгуется с утра. Сейчас мы его видим. Он, собственно, тоже ничего интересного не показывает. На сырьевом рынке ситуация выглядит следующим образом. Нефть бренд держится на отметке 108.25. Нулевая динамика опять-таки с утра тоже без существенных изменений. Золото 1383 доллара за тронскую унцию тоже без изменений. На валютном рынке картинка на текущий момент. Следующая по валютам Emerging Markets следующая. Собственно, российский рубль стабилен. В целом ситуация стабильная. Ну, в общем, действительно, как эта ситуация, ничего не происходит на глобальных рынках. Все достаточно спокойно. Все достаточно спокойно и без каких-либо серьезных движений. И это, кстати, важно. Это важно в том плане, что вот глобальные рынки, тот же S&P индекс, те же европейские индикаторы, собственно, ну, вообще в целом глобальные индикаторы, в принципе, по большому счету, никак не отреагировали на тот кризис, который случился в Украине. И по той ситуации, которая сложилась вокруг Крыма, это очень показательно. И мне очень понравилось, собственно, высказывание одного моего коллеги, управляющего фондом. Он, на мой взгляд, правильная вещь сказал о том, что то, что происходит в центре влияния России, а Украина и, собственно, страны бывшего СССР, это зона влияния России, это, по большому счету, внутренние дела России. Мы не выходим за пределы сферы своего влияния, вот, и поэтому мало кого это тревожит, по большому счету. Да, там какие-то политические сейчас ведутся игрища там и так далее, но рынок, вот глобальный рынок, он, по сути, никак не отреагировал на эту ситуацию. Это очень показательно. Вот, это очень показательно. Поэтому я бы не стал тут драматизировать ситуацию сильно уж, так вот, и все-таки глобальные тренды, они живут своей жизнью, а вот Россия живет сейчас своей жизнью, это понятно, да, всем. Вот, что будет дальше с российским рынком? Ну, все-таки, здесь надо отметить, ну, все-таки негативные тенденции, они, на мой взгляд, сохранятся. Такого V-образного скачка восстановления я бы не ждал по рынку. Надо все-таки утоптаться где-то на текущих уровнях, то есть, мне кажется, волатильность будет сохраняться очень высокая. Понятно. Волатильности очень долго ждали, несколько лет все в узких боковиках толкались, и вот то, что произошло на прошлой неделе, там, на позапрошлой, очень многих людей, тех, кто недавно торгует, и тех, кто там последние года-два на рынке, их застало вросло, конечно же, кто помудрее, поопытнее начали радоваться, вспоминать то, как было хорошо, когда была высокая волатильность. Ну, собственно, рынки перестраиваются, рынки живут в новой реальности российской, поэтому посмотрим, чем все закончится. Что касается, собственно, кстати, еще надо отметить торги ETF-ами на российские активы, вот крупнейший фонд ETF на российский рынок, на акции российских эмитентов, фонд RSX, его тикер, вот он, кстати, в пятницу показал довольно существенный отскок, вырос, если не ошибаюсь, там проценты на 4, вот его динамика, да, почти на 4 процента вырос этот фонд, и, собственно, очень удивительно посмотреть, если посмотреть вот на динамику притоков средств в этот фонд, то за последнюю неделю там действительно наблюдается довольно хороший инфлоу, так называемый, да, то есть кто-то несет деньги и, собственно, через вот этот вот ETF покупает Россию. То есть такие уже тоже есть, все-таки инвесторы это такая своеобразная среда, им, собственно, санкции с санкциями, как говорится, там политический кризис, это все-таки, конечно, хорошо, но если сильно активы подешевели, то ничто не остановит инвесторов перед покупками, то есть тут действительно очень интересная сложилась такая картина, и вот мы видим рост объемов в последнее время по этому ETF, и график я вам сейчас притоков фонд не покажу, там надо посмотреть в другом окне, я не помню, где там надо это быстренько глянуть, а вот то, что на графике объемов видно, рост объемов, это такой интересный сигнал. То есть кто-то из западных игроков российский ETF подбирает, это интересно. Так, что еще надо сказать, что еще надо сказать, ну, собственно, ключевый момент, как я уже сказал, на рынках сегодня, это в первую очередь для меня будет знаковым то, как откроется Европа и как отреагирует российский рынок на открытие Европы. Собственно, в 12.30 будет... Так, я тут, говорят, рабочий стол не подключил. Сейчас я подключу рабочий стол, извините, пожалуйста. Я там ничего интересного не показывал. Ключевой момент, как откроется Европа сегодня, ключевой момент, как сегодня откроется, соответственно, как сегодня, что там примут в Европе на саммите министр финансов ЕС, какие санкции против России выдвинут. Потом далее надо слушать, опять-таки, заявления российских властей по поводу Крыма, там как, что будет происходить при соединении, как быстро, какие даты. Но вот то, что я последнее слышал, это 21 марта, то есть это пятница, когда Госдума наша будет голосовать. Вот, то есть тут сейчас, эта неделя, на мой взгляд, ознаменуется тем, что будет много высказываний политических, на них мы будем реагировать. Мне кажется, в разной степени не только стремительным падением, но я думаю, что будут какие-то еще позитивные нотки, то есть рынок будет лихорадить вверх и вниз. Вот, мне кажется, тенденция, тупо падение сменится на тенденцию роста волатильности в боковике о каком-то таком. Вот. Кроме этого, неделя достаточно насыщенная для глобальных рынков новостями еще из Америки. Дело в том, что состоится заседание ФРС США на этой неделе. Давайте посмотрим экономический календарь. В экономический календарь уйдем, собственно, во вкладочку «Центральные банки» и увидим с вами, что 18-го числа начнется заседание. Это будет, собственно, вторник и среда, двухдневное заседание. И в среду мы с вами 19-го числа, собственно, увидим решение ЦБ американского по поводу монетарной политики, по поводу программы выкупа активов, которая, на мой взгляд, продолжит сокращаться в ранее установленных рамках на 10 миллиардов долларов в месяц. И в 22.30 в среду госпожа Елен, глава ФРС США, пресс-конференцию даст, собственно, по поводу этого самого заседания. Поэтому не все тут сошлось на Крыме. Еще и важные события будут проходить у нас на глобальном фронте. Собственно, заседание ФРС будет в центре внимания рынков глобальных на этой неделе. Вот. Так. Что еще? Что еще? Что еще? Ну, в общем-то, наверное, все на самом деле. У нас остается 4 минуты до открытия торгов в Москве. Если какие-то вопросы остались, вы, пожалуйста, мне эти вопросы задайте. Ну, вот. Я чуть-чуть пораньше закончу, потому что надо подключаться к торгам, смотреть, чего как, и принимать решения по рынку, по клиентским счетам. Вот. Всем большое спасибо за внимание. Всем удачных торгов. Будьте аккуратны, следите за риск-менеджментом. И до новых встреч. Завтра Андрей Архипов будет в эфире, собственно, обсудит торговые идеи на российском рынке наши, и по срочному рынку тоже расскажет наше видение. Всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok